Живём Не бойтесь, не бойтесь жизнь переменить! Пусть в голове мелькает просить Не поздно выбрать новый путь Не бойтесь всё на карту бросить И прожитое зачеркнуть Из дома вы я в непогоду Всподрите дух, пришпорьте плоть Не бойтесь тасовать колоду Пытайтесь, пытайтесь, пытайтесь Жизнь перебороть! В мираж и в дым в химеры верьте Пожитки незачем тащить Ведь не уехать дальше смерти Стремитесь жизнь перекроить! Печалиться не надо вовсе Когда вам нечем карту крыть Выбросить жизнь на кон Не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь Не проиграть, не победить! Друзья, всем привет! Вы на канале Вязание не только. Меня зовут Алена. Ну, конечно, по названию видео вы уже обо всём догадались. Да-да-да, снова конкурс. Ну, потому что прошли новогодние праздники, как-то у нас было без конкурса, и мы решили, что как-то что-то скучненько. Надо нам вас повеселить снова и подарить вам частичку позитива. И конкурс так и называется «Свяжем вместе позитив». Почему «Свяжем вместе позитив»? Потому что вы тоже вместе с нами можете связать этот позитив. Вы тоже можете участвовать в конкурсе. Ну, давайте всё по порядку. Итак, как всегда, всё как всегда. У нас самый главный наш организатор, массовик-затейник, режиссёр и постановщик в одном лице – это Леночка Орлова. Она придумала этот конкурс. Ну, а мы 10 участниц, конечно, будем в этом конкурсе участвовать, будем поддерживать Лену и, соответственно, дарить вам позитив. Друзья, сразу хочу рассказать вам о условиях конкурса. Любой из вас может принять участие. В канале в Telegram будет специально открыт канал именно «Вязание на позитиве». Вы сможете там внимательно посмотреть все подарки, которые вас ждут, а также вы будете добавлять свои фотографии, делиться своим позитивом, своими работами. От вас требуется начало вашего процесса и потом, конечно же, уже готовая работа, уже готовый процесс. Естественно, фотографии ожидаются красивые на вас, не где-то там на коврике, не где-то там на полу, какие-то раскладушки непонятные. Нет, друзья, всё, чтобы было красиво и позитивно. Нас 10 участниц – это блогеры на YouTube. Очень многие из вас, я уверена, знакомы со всеми. Кто не знаком, пожалуйста, проходите, знакомьтесь. Все ссылки будут под видео. Также, если есть другие блогеры, которые сейчас смотрят это видео и тоже хотят к нам присоединиться, добро пожаловать. Итак, друзья, ну раз это конкурс, значит, будут и подарки, значит, будут и победители. Как я уже сказала, победители будут среди нас, участниц, блогеров, и также победители будут среди вас. Так, чтобы не запутаться, я себе, значит, здесь сделала такую шпаргалочку, пометку, и хочу сказать, что у нас будет 5 подарков. Значит так. Значит так. Где записала? Забыла. Хорошо. Молодец, Алёна. Ну просто молодец. Вот где я это записала? Вот только что я это записала. Вот только что. Ай, Алёна, Алёна. Не, ну вообще, красота, просто. Просто красота. Свяжем листы, позитив. Давайте свяжем позитив. Ага, нашла. Друзья, спонсоры, от которых будут подарки, это, значит, первый подарок за самое позитивное изделие и спонсоры магазин «Филата Итальяна» и «Ярн-21». Далее, следующий приз за самую креативную фотосессию или видеосессию, и приз будет от магазина «Сижу-вяжу». Далее, следующий приз за самое весёлое и креативное название и спонсор, который предоставит подарок за самое весёлое и креативное название, это Евгения Ворона. Я думаю, что очень многие из вас знакомы с этим мастером. Она делает просто великолепные броши, просто фантастической красоты, очень-очень необычные, красивые. И, значит, подарок от Евгении будет. Ну, и также наша Леночка Орлова, она тоже дарит подарок за самую весёлую историю. Итак, друзья, давайте немножечко с вами порассуждаем, что вообще значит, ну, вот лично для меня, что значит позитив в вязании. Знаете, я думала над этим, да, и хочу сказать, что, в общем-то, в принципе, вот для меня лично всё, что связано с вязанием – это позитивно. Это могут быть инструменты. Купил новые спицы – уже позитив пришёл к тебе, потому что хочется же новые спицы попробовать, хочется повязать. Купил новую пряжу – тоже хочется повязать. Увидел какую-то интересную работу, у кого-то вдохновился, и, может быть, пришла какая-то идея или тоже хочется связать. У меня, знаете, давно ещё где-то в альбоме, там, в одноклассниках где-то, я не знаю, был такой альбом типа, знаете, типа «Хотелки», типа «Вдохновение», вот такое, где я собирала некоторые фотографии там из Пинтереста, из Инстаграма, вот, чтобы мне, ну, или хотелось связать, или какое-то изделие, где я вот говорю, ой, увидела всё, какая-то мне идея посетила, да, или там какой-то, может быть, момент взять из этого изделия, да, или там какая-то идея креативная, что-то в этом роде. Вот, я буду показывать вам фотографии, вы сейчас будете их видеть, да, это из моего альбома «Хотелки», когда-то, там, не знаю, лет пять, наверное, назад это было, но не важно, не важно. Но, знаете что, позитив это вообще вот, я не знаю, даже для меня, вот, бобинная пряжа, получаю пряжу из фабрики, смотрите, ну, это уже позитив сплошной, смотрите, какая ниточка, это макси букле, такая вот прям пряжа, да, немножечко со стретчем, какие здесь цвета, ну, разве это не позитив, ну, конечно, это позитив. Слушайте, ну, и, конечно, я думаю, что же я буду вязать? Ну, самый главный позитив для меня, вы знаете, да, уже второй год, это пряжа окрашенная вручную, пряжа моего ручного окрашивания. И вот буквально на прошлой неделе я накрасила, смотрите, вот такие замечательные, просто великолепные пушистики разные. Здесь однотонные пушистики, а вот это пушистик, вот, смотрите, с вот такими переходами. Смотрите, какие цвета, да, и яркие, и нежные, и вот такой вот серо-голубой очень красивый, вот такой персиковый, какой красивый мне понравился. Друзья, поэтому для меня все, что связано с пряжей, с вязанием, с инструментами, с бобинной пряжей, с пряжей ручного окрашивания, это для меня все позитив, все. Даже остатки, видите, в корзинке у меня остатки здесь, это для меня тоже позитив, потому что рассматриваю эти остатки и всегда думаю, куда их применить. А ведь пряжа носочного состава, она, по идее, подойдет для любого изделия, очень многие мои покупатели, очень многие зрительницы, приобретая мою пряжу, потом присылают мне фотографии и вяжут просто замечательные плечевые изделия из этой пряжи. И когда мы, ну, естественно, все обсуждали, говорили за этот конкурс, идеями делились и так далее, и так далее, я вот на себя подумала, а что же буду вязать я в этом конкурсе, что же для меня будет, какая такая будет работа, свяжем вместе позитив. Сначала я хотела сделать, связать изделие из пряжи своего ручного окрашивания. Я уже приготовила, и мне очень понравилась вот эта вот пасмочка, просто очень понравилась. И я думала, буду я, наверное, вязать, это мохер с мериносом, буду вязать паутинку. Потом я передумала, потому что у меня уже есть две паутинки, они, правда, у меня не секциями из пряжи, которые окрашены секциями, а просто одна у меня из нежно-розовой пряжи, я вставлю фотографию, одна из такой насыщенно-фиолетового цвета паутинка. И я пока эту идею оставила, хотя, хотя я все-таки думаю, что, возможно, в будущем, может быть, в мае, может быть, к весне я все-таки свяжу паутинку именно из вот такой пряжи, которая окрашена секциями. Но я подумаю. И, друзья, как видите, я сегодня надела вот такой джемпирог из легкой пряжи. Это была пряжа, называлась она опиум. Это пряжа фактурная, неоднородная. Вот, как видите, у нее вот такая вот интересная фактура. Давайте я вам покажу. Вот. В общем, пряжа сама по себе, она, видите, такие петельки, они все какие-то не одинаковые, они такие фактурные такие, очень интересные. И пряжа сама по себе, она тоже интересная. Видите, есть пряжа, в общем, на моточке пряжа, которая толстенькая, потом идет тоненькая, потом опять толстенькая. И вот, когда вяжется изделие, я вязала на спицах, не знаю, четыре с половиной, по-моему, или пять, в общем, не помню. Получается вот такое изделие, да, с вот такими вот, ну, какими-то интересными такими вкраплениями, да, из этой пряжи. Я думала, специально поэтому надела этот джемпер сегодня, потому что, друзья, у меня появилась идея. У меня есть вот такая бобинная пряжа. Видите, она тоже неоднородная, она тоже фактурная. И, смотрите, сейчас я подождите, отмотаю немножечко, секундочку. Она вот, видите, смотрите, идет толстенький участок такой, да, вот прям почти нет скрутки, как ровница. Потом идет такая легкая скрутка, и уже ниточка идет гораздо тоньше. Вот идет, идет, идет такой отрезок, потом снова ниточка такая толстенькая. Здесь состав 70% шерсть и 30% полиакрил. И вот шерсть, вот видите, вот она, она просто обвита вот так вот полиакриловым таким тоненьким шнурочком, поэтому она практически вот в этих толстеньких местах, видите, вот просто пару раз вот так обвита, не имеет особой такой сильной скрутки. Мне очень пряжа эта понравилась, я давно на нее смотрела, и вот я решила, что сейчас как раз самый подходящий повод, чтобы попробовать эту пряжу в работе и из нее связать свитер. Я хочу связать свитер с высоким воротником, но не обтягивающим таким, а чтобы свободный свитер, чтобы был свободный, но не какой-то там гипер оверсайз, а просто свободного силуэта. Ну вот, вот может быть, как вот этот вот тоже джемпирог. Это будет изделие полностью лицевой гладью, но я хочу попробовать именно на изнаночную сторону этот свитер связать, потому что вот это изделие, это тоже у меня сейчас вот на изнаночной стороне, и на изнаночной стороне вот эти все вот эти букляши, вот эти вот все фактура пряжи, она видна лучше, чем на лицевой стороне. Вот на лицевой стороне я когда вязала это изделие, да, и я выворачивала на лицевую сторону, вы знаете, я признаюсь, мне как бы так не особо понравилось, потому что вот практически на лицевой стороне слабенько видно, да, все-таки фактурную пряжу, ну вот эту именно, да, лучше видно именно на изнаночной стороне, и я буду вязать из этой пряжи, ну и конечно посмотрю, но все-таки я думаю, что я выберу изнаночную сторону. Это будет реглан сверху, все очень просто, на крупных спицах естественно, ну чтобы быстро связать, понятно, что же я буду долго вязать. Вот, будет ли у меня еще изделие, не знаю, может быть, вполне может быть, скорее всего, да, скорее всего будет, и я думаю, что я буду вязать, возможно, какие-то веселенькие носочки из вот этих вот остаточков. Какая-нибудь идея меня посетит, я не знаю, это не обязательно, чтобы были какие-то там супер-супер замудренные носки, они могут быть очень-очень простыми, но в то же время позитивными. И у меня есть идея, у меня есть идея, но я посмотрю, как это будет у меня, в общем, получаться. Вот, друзья, что еще хотела вам сказать? Да, я же думала вот про паутинку, и поэтому, знаете, когда я думала про паутинку, я все время вот почему-то смотрела вот еще на эти два махера. Такой красивый розовый насыщенный цвет очень. И вот этот винный прям, ну очень мне нравится вот этот винный цвет. И розовый тоже хорошо смотрится, да. В общем, идею паутинки я пока оставлю, хотя я ее все равно свяжу. Ну, может быть, не в рамках конкурса. Вот, а вот свитер обязательно из этой пряжи обязательно свяжу. Будет свитер и будут позитивные веселенькие носочки. Все, конечно же, вы увидите, друзья. Все вы будете видеть на моем канале. Я буду вам показывать мои продвижения, начало процесса. И знаете что, у меня еще есть идея. Но я пока не знаю, буду ли я это делать именно вот с этой пряжей, да, в свитере. Но есть у меня еще одна идея. Я подумаю. В общем, вы все увидите. Все обязательно, обязательно увидите. Ну да. И Лена сказала, что обязательно, когда выходит видео «Позитивное вязание», чтобы зрители обязательно улыбнулись, нужно рассказать позитивную историю какую-то. Друзья, года три назад я уже рассказывала одну смешную позитивную историю, связанную с вязанием. Но я понимаю, что на канале все время добавляются новые зрители. И я уверена, что новые зрители эту историю не знают, потому что, ну, крайне редко кто, конечно, подписывается, смотрит все новые видео. Никто не смотрит видео, которые были трехлетней давности. Значит, поэтому я расскажу еще раз эту историю. Кто уже знает эту историю, прекрасно вспомните, еще раз улыбнетесь. Итак, была у меня пряжа, букле. Вот такое букле с таким же метражом. Вот такая замечательная пряжица. Смотрите, вот такой букляшек. Очень мягкая, очень красивая и шелковистая пряжа. Пряжа была цветом вот как эта полка, вот такого, знаете, нежно-бежевого. И говорит мне Регина, мама, хочу свитер, чтобы ты мне связала вот из этой пряжи, чтобы он был такой пушистенький, чтобы он был такой вот мягенький. И я взяла пряжу эту букле в две нити, если я сейчас не ошибаюсь, на спицах, по-моему, номер четыре. И связала Регине классный свитер. Она была очень довольна, он ей так понравился. И как раз, друзья, когда я связала это изделие, у меня проходила в Аугсбурге вязальная встреча. Очень многие из вас знают, что я организовываю вязальные встречи в Аугсбурге. Я говорю Регине, Регина, мы как раз с тобой не сделали фотографии этого красивого свитера. Я говорю, слушай, а она мне тогда еще, когда у нас жила, пока еще не вышла замуж, да, она мне помогала с организацией всегда этих встреч. И она, естественно, говорит, я этот свитер надену навстречу. Ну вот, мы, значит, на встрече, уже люди пришли. Все, я говорю, Регин, слушай, давай сделаем фотографию, а то вот потом мы забудем обязательно. Она говорит, да ну как-то тут в помещении. Я говорю, ну давай сделаем хоть в помещении, пусть будет такая. А потом, когда будет хорошая погода, можно же и другую фотографию сделать. Ну хорошо, так и решили. И сделали пару фотографий. Она была очень довольна этим свитером, такой красивый, такой хороший. А я ей говорю, Регин, слушай, ну ты его надела, я его только связала. Я же его не постирала, его же надо постирать. Она говорит, мама, он такой хороший, чего его стирать? Я говорю, ну как это так? Изделие связано, его надо обязательно постирать. И постирала. Я даже вам его покажу. Ой, это было. Я когда его вытащила из машинки, мне стало плохо, меня бросило в жар. Мне так стало жалко этот свитер. А еще больше мне стало жалко мою дочку Регину. Я не знала, как ей это сказать, потому что он ей так понравился. И вы знаете, вы скажете сейчас, Алена, ну в чем проблема? Возьми до свежищего. Так все дело в том, что я потратила всю пряжу на этот свитер. У меня больше не было такой пряжи. Все. И, конечно же, потом, когда я показывала это изделие и в ютубе рассказывала за этот случай, очень многие мне писали, Алена, можно реанимировать, можно постирать там с оливковым маслом, можно замочить на ночь. Друзья, можно. Конечно, можно реанимировать, если ваше изделие чуть-чуть подвалялось. Но вы понимаете, что здесь свалялось изделие до валенка. Это просто войлок. Тут уже ничего не растянуть. Здесь даже петель не видно, понимаете? Что он стал из размера С, он стал размером на, я не знаю, семилетнего ребенка. Причем это надеть, ну это, я думаю, что не будет комфортно в этом, потому что это настоящий войлок. Теперь, конечно же, вопрос, Алена, что же вы не возьмете, его не выбросите, потому что, ну на что это похоже? Это просто войлок, возьмите да выкиньте. Хотела. А потом еще многие мне написали, Алена, из этого теперь войлока можно сшить очень хорошую, стильную сумку. И вот лежит. И я думаю, что, может быть, я найду кого-то, кто мне сделает красивую выкройку или какую-то идею красивой сумки, чтобы ее сшить. Может быть, даже вышивку какую-то сделать потом на сумке. У меня есть ручки разные, да. Я думала так, смотрите, вот здесь где воротник, вот здесь вот так разрезать, вот так подогнуть и сюда как раз вдеть ручки. То есть вот здесь могли бы быть ручки. Потом, естественно, здесь разрезать, здесь по бокам сшить, сделать дно, потому что я не хочу, чтобы сумка была плоская. Хотя, может быть, и плоская сумка тоже смотрелась бы хорошо, простая, квадратная. И сшить, естественно, подкладку. Вот. И потом, может быть, какую-то вышивку или аппликацию, и была бы замечательная сумочка. В общем, надо как-то этим заняться. Ну вот, друзья, такая смешная история. Немножко даже грустная, потому что потом, конечно, я пришла к Регине, ничего не стала говорить, просто показала. У нее был просто шок. Она говорит, мама, ну как же так? Я говорю, я не знаю. А знаете, я потом поняла, я постирала не на той программе. Я поторопилась, и я все вместе просто на программе деликатная стирка 30 минут. И не на программе шерсти. И поэтому вот такое вот. Но я, друзья, даже если на программе шерсти, я все-таки теперь изделия, которые связаны и с буклированной пряжей, сама стираю и рекомендую вам стирать только руками. Вот такая моя история. Друзья, на этом я свое видео хочу закончить. Пожалуйста, все ссылки будут под видео. Смотрите, проходите, знакомьтесь. Также обязательно смотрите видео других участников. Я думаю, что вам тоже будет интересно. И, конечно же, присоединяйтесь к нам в канал Telegram. Делитесь своими позитивными работами начала процесса. Мы тоже будем с интересом ждать ваши фотографии и потом выбирать победителей. На этом, дорогие друзья, я свое видео хочу закончить. Желаю вам всего самого наилучшего. Желаю вам позитива, неиссякаемого. Также вдохновения. Всего самого наилучшего. И до новых встреч. Пока-пока.